всем привет автосалон peugeot хотя автосалоном сказать или назвать наверно все таки сложно такое небольшое помещение и всего стоят здесь четыре машинки но хотя бы то что есть давайте смотреть значит сразу по 2008 peugeot не будет его до нового года но в новом году и даже парня говорят даже и не знаем когда он появится ну как бы поставок нет вообще потом посмотрим видите то 3008 стоят это у них даже как тестовый что ли вот потому что ну продаж пока и не особо как-то вот так за ней где и держится на половой еще не знаю может быть за счет вот этих ну давайте смотреть traveler да peugeot вот смотрите так отойдем то есть машинка принципе и смотрится да довольно таки но бодро неплохо совсем недавно снимал h1 корейский hyundai ну и как бы вот по размеру да все примерно одинаково то есть только что но как бы незначительно там начинка отличается и так далее здесь уже как говорится дело вкусное но и соответственно и цены какие так вот получается что допустим там мы смотрели с вами что двери открываем вот эту но любую да в принципе и получается что по высоте они практически одинаковой но и дверь практически такая же да тоже здесь цельно там полная но почему-то в отличие от корейцев видите здесь вот налепили этот кусочек уплотнителя вот так видно да вот и все и как бы и хорошая здесь получается нет вообще больше нигде показать видно да вот и все и как бы тут больше нет нигде но правда еще вот здесь есть но и что и как вот почему так такой подход неужели жалко это резинки теперь смотрите вот как бы вот видите да стоят машины но что сборка какая то есть вот на газели все кричат да газели эта фигня там сборка вот вам сборка пижон микролифт розетка еще имеется ну в принципе не самый глубокий тем не менее есть ящик по-французски да у нас тут сбоку подарю сиденья трехступенчатый неплохо подлокотник имеется даже но и тут видео у нас механика это же обредить внимание пятиступка руль в коже мультируль такой вот небольшой экранчик ну собственно и все все удобства то тоже какая-то нишка usb разъем центральный замок аварийка отключение и спидали дача долине шинах и все розетка здесь в потолке от и к от консоль там можно отрегулировать температуру скорость работы вентилятора потом на том примере на то есть на черно посмотришь что там внутри здесь темновато она бахнула ну тут снизу таких виде черные такие накладки повторить ли поворотах в крыльях и вот тоже найти у нас где расположен вот эти писалки ничего peugeot давайте смотреть peugeot тревеллер здесь видите опечатка значит что здесь технические характеристики 150 лошадок мощность длину еще видите ширину и высоту разгон до сотни 12 7 максималка 183 объем багажника 798 литров масса пустого автомобиля 2020 килограмм стартовая стоимость модели 2229 представлена модель 2 миллиона 399 давайте посмотрим вообще что имеется вот что они вообще предлагают смотрим двигатель везде стоит одинаковый 150 лошадок стандарте идет шестиступенчатая механика актив стоит 2 миллиона четыреста двадцать девять тысяч девятьсот рублей количество мест включая водителя 8 есть ведь еще полноприводные на механике уже шестиступенчатая 2 миллиона восемьсот семьдесят девять девятьсот потом уже идет с автомата 6 и ступкой машина в капитации актив 2 миллиона пятьсот семьдесят девять девятьсот удлиненная версия с механикой 2 миллиона четыреста семьдесят девять девятьсот удлиненная версия с автоматом 2 миллиона 629 900 и удлиненная версия с полноприводами и механикой 2 миллиона 929 900 рублей как хотите бизнес вип комплектация идет тоже удлиненная версия с автоматом 3 миллиона 229 900 ну вот так и это еще получается без доплаты за цвет я так понимаю да вот окраска металлик серебристый 40 тысяч рублей стоит такие вот цены но принципе поиграть и конечно можно со всеми этими опциями но тем не менее тем менее сколько тут среди цена где-то примерно два с полна миллиона за такой микрик вот так считаете цены приемлемы или нет я понимаю как бы хотелось подешевле но вот такая смотрите машина еще раз да туманки давайте теперь вот это еще посмотрим смотрите у нас здесь тоже штампы и колпаки 215 65 r16 такой вот тонировка практически глухая да он тоже смотрите конечно козырно знаете так четкий такой черный микрик такой по трассе летит ну и что давайте посмотрим здесь то есть ручка вернее дверь с этой стороны как видите из той стороны вот тут посветлее давайте посмотрим эти сетка на стекле тут тоже имеется сетка ну собственно вот он третий ряд 3 сидушки кстати смотрите широкий такой проем удобно вот так складывается эта сидушка зачетно туда такая широкая ступенька удобно но этот среди карманы виде сеток реализованы удар еще столики есть неплохо для стаканчика не тут что-то можно там не знаю салфетки какое-то время на журнал там что-то еще расположить то есть можно здесь покушать продать если в таком положении кресла будет уже не совсем удобно будет ну в общем неплохо неплохо такой всего переделать допустим дам под себя такой семейный бусик сделать тут конечно как считаете вообще будет зачетно на автомате такого длинную версию сделать и семьей ездить на моря в автопришествии и так далее единственное что здесь смотрите в отличие от от того бусика тут у нас как бы автомат да и вот видите здесь вот так все это реализовано я где-то читал что такие версии не очень-то говорится чтобы очень в том плане что вы перевели допустим рычаг в д все и вы поехали и вот то есть где-то быстро там развернуться вам нужно раз или что-то еще быстро перевели в это далее все здесь то есть вы уже конкретно там рычагом в коробке говорится шурудите да условно говоря тут получается видите как вот ну типа вот передвинули все вот электроника пока все это сработает ну как то вот считается что это не очень хорошо под ролевые лепестки тут тоже знаете вот все твердо пластики но это же видите вот тоже все это гуляет то есть как то вот так все это сделано совсем я считаю тоже и все подобного большие знаете просто огромные здесь под бутыльник или для чего-то там для каких-то вещей тут еще карман все карман там еще кармана в общем дофига ручка она же как ниша так сделано но и тут видите вот донец да небольшое было есть тут еще тоже не обработано хотя вот тут уже ткань и отклеили якобы там мягко и все но и тут что нам предлагается такие вот качельки вентиляция кондиционер климат радичной зоны гулять у нас куча 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 заглушит такая вот такой замок зажигания мы собственно и все мод эконом джейнерки актив по-французски написано что лично ну да ладно так руль в коже мультирули ну тут после пульта тоже регулируется что тут предлагается подсветка зеркало шторка широкие такие козырьки хорошо у нас понятно цвет в принципе подлокотники есть они такие достаточно мягкие удобные считаю ехать водителю то есть если так рабочее место принципе неплохо и только даром что вот это все такое твердое ну и в общем как-то вот такой все разъем usb имеется ну я не придержки не придирайся просто что-то попало так говорится вот и иначе же везде все наделать поплотнее смотреть это далее ладно выходим из машины идем как говорится дальше вот видите здесь провод на свету вот пожалуйста вам огромная дверь не резинки ничего никуда почему-то такое отношение непонятно экономит смотрите белом цвете у нас что это 3008 датчики парковки камера сразу давайте читать peugeot 3008 allure двигатель двухлитровый blue hdi 150 лошадок и шести ступенчатый автомат максимальный крутящий момент 240 расход топлива в городе 7 и 3 расход топлива на трассе 48 расход топлива смешанный 5 и 7 объем багажника 591 литр либо при сложенных спинках 1670 литров стартовая стоимость модели 2 миллиона 249 тысяч рублей и представлена модель 2 миллиона пятьсот пятнадцать тысяч рублей вот как хотите но тут небольшими скидками вот такая цена давайте посмотрим сколько вообще без всяких этих скидок сколько вот цена заявлена на все эти дела так смотрите нас актив дизель 2 миллиона 189 тысяч allure 2 миллиона 329 кроссвей 2 миллиона 319 тысяч рублей и джеки лайн уже почти два с полной миллиона дам бензином движок актив 1 миллион 939 allure 2 миллиона же 209 тысяч кроссвей 2 миллиона 279 тысяч рублей и джеки лайн 2 миллиона 319 тысяч вот такие вот цены но собственно что еще хочу сказать конечно конечно дороговато ну и собственно вот на базе вот этих машин вот то есть надо тележки и сделали нам опели которые сейчас у нас продаются практически это одно и то же только что еще меньше сделан по-другому ну и соответственно что получается ну как бы внутри сюда все по-другому вот и все остальное как бы то же самое смотрите такая приборка ну и тоже здесь дисплей торчит как понятно такой руль и сверху скошенный снизу скошен французу всегда так выделялись это таким своим особенным там у нас подлокотник он реки из двух половинок открывается комбинированное сидение но честно говоря и да тут все отдела мягким красиво такой футуристичный вид на вот еще что стороны посмотрим тут что-то типа жабратики да сбоку такие лицо на свет туманки датчики парковки брызговики посмотрите как тут все футуристично трон это джойстик ну как бы вот дорого 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 машины привозит из европы поэтому вот так покупает их единицы скажи так если это да вот по поводу здесь его 8 я уже сказал что не судьба пока ему к нам приехать но как бы здесь сами понимаете передряги все эти геополитика плюс еще крана коронавирус долбанный соответственно вот пока все вот так ну что это давайте просто посмотрим здесь что внутри так вот такие у нас диски они принципе с теми одинаковые 225 551 18 резина континенталь конти кросс контакт джеки land на самый самый топ ну и тут виде как все есть уже салон полностью кожи ну и чуть больше всякого хрома и так далее как видите у нас и люк имеется и черный салон в общем вот так все ну пока вот что-то не идет дорого народ как-то не особо вот на эти машины западает тоже смотрите здесь двухспицевый руль как у skoda да то есть эти две и там нет ничего то есть три спицы нет ну вот как-то так кто кого спионерил как и как считаете ну что собственно все тут еще задерживаться да вот такие вот машины в салоне вроде вроде опять же я слышал что хотят вот этот каблучок но вернуть или даже будет его делать и пока что так под вопросом пишите комментируйте всем пока что здесь лео